Либо-либо Спасибо, что вы с нами. Либо-либо – это студия подкастов, и у большей части наших эпизодов нет видео. Но мы хотим, чтобы как можно больше людей знали о нас. Поэтому решили все равно публиковать выпуски на Ютубе. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду, подпишитесь на наш Ютуб-канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Кстати, мы экспериментируем с форматом. Следующие несколько эпизодов мы выпустим не только на подкаст-платформах, но и в видеоверсии. Подпишитесь на Ютуб-канал студии Либо-либо, чтобы не пропустить наши следующие видеовыпуски. Ссылка в описании. Сегодняшний эпизод про соцсети. Я пользуюсь соцсетями уже лет 15. И замечаю, что в последние годы люди все чаще и чаще на соцсети жалуются. И на то, что там идеальная жизнь, которой на самом деле ни у кого нет, но ты смотришь и тебе завидно. И на то, что в них не осталось уже почти живого контента, а все сплошная реклама или инфлюенсеры. При этом довольно сложно понять, насколько эти жалобы это реальное отражение действительности, что соцсети стали хуже, а насколько просто тенденция людей жаловаться на все, что происходит вокруг, а соцсети мы видим каждый день. В этом эпизоде я хочу разобраться, как развивались популярные соцсети, как они устроены сейчас, почему мы от них устаем и действительно ли они испортились или это просто мы постарели. Поговорю я об этом с человеком, который создавал и поддерживал первые сообщества в Рунете, Йованом Савовичем. Это подкаст студии Либо-Либо, и этот эпизод мы сделали вместе с Яндекс.Практикум. В середине выпуска будет специальная партнерская рубрика о том, как программистам применять искусственный интеллект в работе и в обучении. Яндекс.Практикуме учатся на задачах, которые максимально приближены к тем, что встретятся в рабочей среде. Авторы курсов — разработчики из Яндекса, Альфа-Банка, Авито и других крупных IT-компаний. Команды курсов постоянно исследуют рынок и общаются с нанимающими специалистами, чтобы понять, какие навыки будут нужны специалисту и как сделать курс максимально полезным. Здравствуйте, меня зовут Йован. Я сделал дёрти и лепру и реально кучу всяких вещей. А прямо сейчас я реабилитируюсь в Подмосковье, готовясь к новому этапу своей жизни, который для меня еще загадка. Знаешь, у меня есть ощущение, что соцсети в 2005-2010 годах были качественно другими, чем сейчас. Наверное, это так. Во-первых, в них была другая аудитория людей. Типа люди, которые раньше пришли в интернет, им больше всех было надо. Они первыми пришли смотреть, и это другие люди. А эти соцсети, они были технически другими вообще. Я помню, когда мы сделали пост-комментария без рефреша страницы. Ты написал коммент, нажал «Окей», и он просто появился. Ничего не обновилось. И это была магия. Вот я до сих пор как мурашки на шее. Представляете, это невероятно, как это возможно. Он просто не обновил страницу, просто форма исчезла, и вместо нее появился коммент, который ты написал. Асинхронно. После первой такой магии ты ожидаешь, что всегда все будет так же. Следующая обновляющаяся страница, это типа «Вот вы дикие люди вообще, почему бы не сделать нормально?» И это происходило из раза в раз по-разному. То есть мы берем слепок первоначальный, и это какие-то люди, которым надо больше всех. Они первые пришли, они ищут друзей, они хотят выразить свое отношение к чему бы то ни было. И у них очень ограниченные технические возможности на это, но они им пользуются. И потом проходит время, и у нас другая аудитория людей, которая ближе ко все люди, чем как-либо выделенная группа. Ничего не падает, все очень быстро, все очень красиво и круто и плавно. Из этого получается все другое. То есть, мне кажется, это две важные детали – аудитория и технические решения. А твой вопрос был, устали ли люди от соцсетей. Это немножко как будто устали ли они от других людей. Соцсеть – это просто средство общения с другими людьми. Ну, то есть, это технический механизм для коммуникации людей между собой. А другие люди – это более-менее все, что тут у нас есть. То есть, если от них устали, то это надо, типа, в больницу или что-нибудь такое. Но надоедают конкретные технические способы взаимодействия с ними. Вот это можно принять за то, что надоедают соцсети. Мне кажется, очень легитимно. Я сейчас попробую позадавать тебе какие-то конкретные вопросики, чтобы раскрыть эту мысль. Но сначала давай сделаем шаг назад и вспомним вообще, как появились соцсети, которые нам привычны сегодня. И попробуем разобраться, что в них было особенного, за счет чего они взлетели. Фейсбук появился в 2004, а в 2010 в нем сидели уже вообще, мне кажется, абсолютно все. Что отличало Фейсбук, почему он стал таким популярным? Мне кажется, у них была цель, дистрибуция. Фейсбук везде. Они над этим, они не дураки, они сознательно работали. И в какой-то момент, может быть, в том же 2004-м, была группа умных людей, которая поставила себе цель Фейсбук везде. И они шли к этой цели разными методами, все минутно решая, что нам нужно, если у нас есть такая цель. Я никого не встречал с такой целью. Никогда. И мне кажется, это самый существенный момент. То есть вопрос важности дистрибуции – это что-то, что лично я понимал всю жизнь. И, может быть, до сих пор понимаю. Но ты не можешь быть повсюду, если ты не сказал себе, окей, я бы хотел быть повсюду. Теперь я займусь этим. И вы бы сели, и вы писали. Как будто бы фичи вы сортируете, исходя из того, как они помогут вам приблизиться к цели быть всюду. И это довольно уникальная черта Фейсбука. А как это транслировалось в то, как сайт выглядел для пользователей? То есть, если ты пользователь, то что это означает? Мне кажется, оно не важно. Но для тебя, как пользователя, сайт выглядит так, как, на взгляд его создателей, должен выглядеть сайт, чтобы быть повсюду. Не конкретно, типа, там что-то выше, что-то ниже, что-то опущено, что-то добавлено. Любая из этих вещей. Но конечная цель любой фичи или вещи – это эскалация на весь мир. Но не абстрактный рост, а рост, чтобы занять все место. И так он, соответственно, и выглядит. В такой формулировке звучит уже довольно крипово. А мне это до сих пор кажется довольно смелым и мощным. Вот как, типа, чуваки решили. Мы не просто так. Мы сейчас с тобой записываем подкаст. И если бы твоя цель была, чтобы у него было, типа, 50% мира посмотрело этот подкаст. Мы говорим про миллиарды глаз вообще. Все это было бы иначе. Все было бы иначе. Но так как у нас такой цели нет, мы вроде, типа, посмеяться, повеселиться. Может, что-то умное скажем. Может, что-то кому-то понравится. А вроде время заняли. Окей. Инстаграм – другая соцсеть, которая супер. Мне кажется, все про нее знают. Хотя бы раз видели. Как он себя подавал, когда запускался? Ты застал вообще начало? Ты помнишь его? Абсолютно застал. Я недавно смотрел. Потому что когда-то тут началось СВО и все дела, ВКонтакте сделал импорт фотографий из Инстаграма. И я помню, что первые месяца четыре он не импортировал. А потом я забыл. А сейчас посмотрел, они все там. Помимо прочего, там каким-то образом вся моя жизнь оказалась. Во-первых, Инстаграм можно разделить на… Вот есть создатель – Кевин Сисрум. И есть первая часть Инстаграма, пока Кевин на месте. У него свои идеи, свои мысли, как это должно выглядеть. Во-первых, фундаментально важно в успехе, чего бы то ни было, это скорость. Весь должна быть просто быстрой. И конкретно Инстаграм, например, они сделали фильтры, которые стали в глазах общества. Ну, типа Инстаграм, он накладывает фильтры на реальность. Но на самом деле, кроме этого интересного факта, пока ты накладываешь фильтры, Инстаграм закачивает твою фотку, а ты перебираешь фильтры. Соответственно, когда ты выбрал фильтр и нажал «Ок», все мгновенно происходит. О-о-о, супер-юзер-интерфейс. Потому что фотка уже там, и фильтр можно на сервере наложить. И мне кажется, вот кроме всего про дистрибуцию, что мы можем обсудить, скорость и магический момент, который тебе позволит, ты типа выбираешь, выбираешь, выбрал. Хочу «Париж» фильтра, и нажимаешь «Ок», и типа «Ренак», и все, все уже случилось. Про скорость люди часто забывают. Фундаментально важно вообще. А кроме скорости была еще вся идея с фильтрами, которые как типа украсить свою жизнь, выглядеть лучше, чем ты на самом деле. Это общепринятая позиция Инстаграма. То есть социум считает, что Инстаграм про это. Так он убивает подростков, так он мучает девочек, он делает жизнь лучше, чем она есть на самом деле. Я про это тебя еще расспрошу. Мне кажется, это все в силе, а может быть, потом стало и важнее еще, но изначально это просто скорость. Сейчас Инстаграм постепенно стал другой вещью. Есть ли у тебя вот та же цель, дистрибуция? Мы с собой хотим, чтобы Инстаграм был у всех людей. Соответственно, в любой момент мы готовы сделать что угодно, чтобы расти. И в любой момент мы готовы отходить все, что угодно, что людям не нравится, и они как бы больше не тянутся к этому. То есть прямо сейчас я ожидаю, я прочитал и еще не видел на практике, что в сторис будут заблюренные стори, которые видно, если ты написал автору что угодно. В любое сообщение оно открывает тебе стори. Зачем это интересно? Для engagement. Мы не хотим, чтобы я смотрел твои фотки, мы хотим, чтобы я с тобой разговаривал. Потому что если мы с тобой разговариваем в Инстаграме, то мы инстаграммерские до конца. Какие-то девушки и молодой человек познакомились и завели детей, и теперь вся эта семья навсегда в этой социальной сети. Эти дети, они оттуда. Вот в широком, в широчайшем смысле этого добивается Инстаграм. То есть тут вот получается, что у владельца соцсети, у инженеров, там продакт-дизайнеров, я не знаю кто, но у людей, которые принимают решения о том, как выглядит продукт, очень много власть над тем, как ведут себя пользователи на платформе. Да, бесспорно. Ну, то есть буквально вся власть. Я полагаю, у них ещё есть методология какая-то, по которой они примеряют эти фичи. Методология, которая определяет, что нам даст эти фичи в плане роста, проникновения, энгейджмента. Вот что мы хотим из этого приоритетно. И они действуют в рамках этой методологии. То есть у кого-то вышестоящего, как автора методологии, может быть, больше власти. А так, в принципе, у них вся власть, потому что это пустое место. Это просто пустое место, в которое пришли люди, и они типа тамада, которые выбирают, в какие игры играют. Друзья, а сейчас мы прервёмся на нашу специальную рубрику, в которой мы вместе с экспертами Яндекс.Практикума отвечаем на один вопрос об использовании ИИ. Сегодня с нами снова разработчик и ведущий эксперт веб-факультета Яндекс.Практикума Алексей Мартынов. Он расскажет, как использовать ChatGPT и другие генеративные сети для поиска ошибок в коде. Чаще всего просто на фразу «найди ошибки» скорее всего он выдаст плюс-минус абстрактные результаты с какими-то базовыми ошибками. Если мы хотим найти что-то более конкретное, так надо конкретные спрашивать. Но GPT гораздо лучше справляется, например, с поиском каких-нибудь структурных ошибок. Неправильное использование типов, например, либо что используются, например, параметры, где можно было бы сделать более универсально, лучше. То есть, например, избыточные, либо, наоборот, недостаточные параметризации. Хардкод какой-то в коде обнаружить, например. Но это не значит, что вы можете скормить ему весь ваш проект. Потому что GPT с таким большим контекстом, как правило, начинает галлюцинировать, даже простые ошибки может пропускать. Лучше тогда проверять его по модулю. То есть, насколько нормально в этом модуле, насколько нормально здесь, насколько хорошо здесь. Если же мы говорим, например, о поиске ошибок, допустим, какие-нибудь синтаксические, либо с точки зрения качества кода, с ними гораздо лучше справляются стандартные средства. И просто и подсказки в IDE гораздо лучше их отрабатывают. А GPT, бывает, считает, что все нормально. А для тех, кто хочет научиться программированию, у Яндекс.Практикума есть специальные курсы, на которых можно освоить новую профессию за 9 месяцев. Например, за это время на курсе разработчик C++ вы научитесь писать эффективный код, познакомитесь с базовыми алгоритмами и структурами данных, и создадите действующие сервисы, и добавите 8 проектов в портфолио. Чтобы понять, подходит ли вам этот формат обучения, вы можете пройти его бесплатную часть. За 10 часов вы узнаете об основах программирования, и напишите простую программу на C++. Все подробности по ссылке в описании. Ты вообще замечаешь, что люди жалуются на соцсети? Люди жалуются на соцсети в смысле, мне кажется, как, ну типа, если ты в курсе всего, что происходит со всеми людьми, с которыми ты познакомился за всю жизнь. Раньше жизнь была устроена не так. Кого-то ты встретил, потом она исчез навсегда, и, может быть, когда-то в будущем вы встретились, а у него 7 детей или что-нибудь, а сейчас ты в курсе всю дорогу всего. И, может быть, мы, ну как типа наше поколение, еще не готовы к этому, но уже следующему поколению помладше людей это абсолютно нормально кажется. Не вызывает даже вопросов. То есть раньше жалобы были, как типа Сергея, с которым мы учились в 8 классе, у него родилась дочка. Какая мне, Господи, разница? Сейчас я такую жалобу давно даже и не слышал. Она звучит глупо, как идея. Ну типа, отпишись, не смотри, замьюйте. Тебе дали возможность вместе со всеми средствами не пользоваться этой возможностью. Соответственно, жалуются, но не на сами соцсети. Хотя и много жалуются на сами соцсети в плане охвата. Мне кажется, все больше и больше. Особенно потому, что соцсети меняют это на ходу, а люди себя ведут, как будто меняют правила на ходу. Что по факту немного так, но на самом деле правил никаких не было и нет. Мы выдумали что-то, а теперь выдумали что-то другое. Вы думали то предыдущее-то правило и навесено? Нет. Это такая же временная выдуманная туфта, как текущие правила. И она вызвана каждый раз обстоятельствами. Я правильно понимаю, что охват, ты имеешь в виду алгоритмы, по которым показываются посты, и поэтому тебя сначала видят много людей, а потом вдруг мало. Да, ровно это я имею в виду. И так как у тебя нет никакой информации, почему так происходит, ты начинаешь придумывать. Может быть, это потому, что я русский. Может, потому, что я хромой. Или потому, что брюнет. В меру своей собственной испорченности ты примеряешь поводы для дискриминации к незнакомым разработчикам, а у них, как правило, нет такой цели. И я говорю «как правило», потому что у меня лично бывала такая цель, но там как бы этап назывался «дискриминация». Никто не скрывал эту цель. Когда ты мог в дискриминации настроить пол или возраст, к которому можно или нельзя что-то делать. И так как у нас никогда не было цели распространиться, как Facebook, то это было просто забавно. То есть мы просто тратили время попусту. Развлекались. Ну, да. Просто потом оказывается, есть люди, которые все это время шли в конкретную точку в 200 километрах. И чтобы, в принципе, до нее отойти, надо идти туда все время. Ты не можешь свернуть налево или нырнуть где-то, или выкопать яму. Как бы это ни было интересно, если ты хочешь оказаться в той точке, тебе надо идти все время туда. Довольно скучно, мне кажется, идти все время в одну точку. Мне кажется, часто вот то, что я слышу, это то, что алгоритмы захватили мир. То есть то, что мы видим посты не друзей, семьи, а каких-то суперпопулярных чуваков. Я даже прочитал такую фразу «Social media is not social anymore». То есть мы не про людей уже, а просто какой-то веселый контент мне подсовывает прикольный. Очевидно, он нравится многим. Ну, то есть ощущение, что мы все против этого, оно неправильное. Эти разработчики, они приходят в ситуацию, когда они хотят от тебя больше энгейджмента и хотят тебе показать что-то. И у них есть типа десяток, два, три своих френдов, и от каждого из них, может быть, есть один или два куска контента в неделю, за редким исключением. А есть еще сотни тысяч людей, которые генерируют гораздо больше этого контента, и он гораздо популярнее, чем фотки твоих друзей. И без какого-либо злого умысла решение показать тебе это, оно логичное. Любой бы из нас его принял. Типа вот зашел Самат, и у нас есть фотка его одноклассника, ей две недели. И она понравилась трем людям. А еще у нас есть какой-то чел, он его вообще не знает. Но там два миллиона лайков, и всем вроде нравится. Разумно под каким-то предлогом показать ему эту фотку. Мы хотим, чтобы он посидел, рекламу посмотрел, лайки потыкал, всякое. И, как правило, это, ну, типа, каким-то образом плохо нам до нас доносит. Оно выглядит крайне мудацки. Оно выглядит, как будто ты зашел в Макдональдс, типа, ты хочешь два пикмака, большую колу, наггетсы, может, мороженое. У тебя есть идея, что ты хочешь. Ты за этим ходишь с института. Это конкретный набор. Стоимость, что это за вещи, все тебе понятно. Но ты пришел, и за стойкой тебе чувак говорит, слушай, у нас тут только тако. В этом году, ну, типа, все любят тако. И ты смотришь и говоришь, ты, типа, вообще в своем уме. Вот это получается в инстаграме, когда я захожу туда за фотками моих друзей в разных местах. Я уже 10 лет захожу за ними, мне интересно. Интересно. Я привык, как бы, может быть, после работы я сажусь и смотрю, типа, что там Вася, что там Петя, как там Машка. Привычно. Вместо этого там какой-то развлекательный контент, потому что он сейчас популярен. И это, типа, как если бы аэрофлот возил меня в популярные места вместо тех мест, которые я билет купил. То есть я вижу, почему это хорошо аэрофлоту, но я также вижу, почему он даже не осмелится вслух сказать об этом. Не то, что, типа, я купил билет в конкретное место, где меня ждут, и я сел с самолета, а потом прилетел, типа, в юго-восточную Азию, потому что круто. Всем нравится Бали, бро, Бали. Мы привезли тебя на Бали. Что тебе делать в Болгарии? Какой однокурсник? О чем ты говоришь? Йон, а в чем мотивация программистов, технорей, продуктов, которые принимают решение о том, что тебе надо показать веселый контент, который заходит остальным людям? Им платят зарплату чаще всего два раза в месяц. И для этого есть череда показателей. Они должны их поднимать, при этом не опускать другие показатели. Вот это вся их мотивация. И есть какие-то люди, которые этого требуют. Они раз в квартал смотрят мой отчет и говорят, молодец, вот эти показатели ты неплохо поднял. О, этот вообще не упал, круто. Вот и все. Показатели – это типа количество просмотров? Например. И для меня это было… То есть я работал в Яндексе и поработал в Дзене. Узнал много нового про Россию и людей вообще. И первое, что я сделал в Дзене, это мы сделали кнопку «Приотачить картинку к комментарию». То есть когда ты пишешь комментарий, ты можешь сопроводить ее картинкой. И появился показатель в отчетах количества приотаченных картинок в день, неделю, в квартал. И нам была поставлена разлогичная цель, чтобы побольше картинок оттачили. И я не мог, я до сих пор не до конца этого понять, типа, кого это изгибет вообще. Прошу прощения. Ну, слушай, почему это моя цель? Это как, если бы было третье лицо, у которого цель, привязанная к его зарплате, чтобы мы с тобой в разговоре использовали больше гласных. Или типа, слов по 30 и больше букв. И я смотрю, и типа, я не понимаю. То есть какую-то логику может быть я вижу в этом, но какая разница кому-либо. Допустим, мы с тобой разговариваем уже хорошо. Можем считать время. Дольше говорят лучше. Прекрасно. Что конкретно или какими словами? Какая вообще разница? Кому это может волновать хоть каплю? А что дальше происходило? Дальше мы наняли художника, который рисовал картинки, и разные люди их оттачили. Увеличивали этот показатель доступным нам способами. Бюджетировали, нанимали, разрабатывали. Ну, типа, вкладывали усилия в эту сторону. И в итоге я написал заявление по собственному. Забегая вперед. То есть я... Смысл, я могу звучать более осуждающе, чем я на самом деле, потому что оно глуповатое, но логичное решение. И если бы мы с тобой сделали велосипед, то нам логично прикрепить к нему какие-то параметры. Ну, типа, что мы хотим. Замерить, сколько он едет каждый день, сколько он едет в неделю, как часто приходится менять колеса. Они, ну, типа, с точки зрения, что ты на этом велосипеде и едешь к своей будущей жене в соседнюю деревню. И это, типа, вопрос будущего ваших детей, любви, чувств, всего остального. Какая вообще разница, сколько километров едет велосипед? Но если ты сделал велосипед, тебе надо что-то замерять. Ты не можешь объем любви прикрепить к нему, поэтому ты меряешь километры. Типа то, что... Вот вы сделали кнопку, которая оттачит картинки. Давайте замерять, сколько людей на пользоваться этой кнопкой. Окей, мы замеряем. Давайте сделаем, чтобы побольше людей пользовалось этой кнопкой. Мы же ее сделали. Слушай, Йован, а раньше было как-то по-другому? С соцсетями. В смысле, стало, мне кажется, вот этого измерения метрик стало, кажется, больше. Да, бесспорно. Их стало больше, и стало больше людей, которые ими интересуются и принимают решение искать из них. Насколько это правильно или правильно ли, это я не чувствую в себе возможности ответить на этот вопрос. То есть мы стали более четко измерять. Да. И когда мы принимаем решение, мы берем метрики и взвешиваем за и против, восходя из метрик, которых раньше, во-первых, не было, а во-вторых, мы не знали, что с ними делать. Теперь у нас есть специальные, типа, выпускники соцфака, которые живут метриками, и еще у нас миллион метрик. И когда мы что-то с тобой хотим, раньше бы мы руководствовались тем, что это смешно или весело или забавно или что-то, а теперь у нас есть метрика, и всем пофигу, смешно это или нет. Что, наверное, абсолютно нормально. То есть раньше мы принимали решение, основываясь на качественных показателях, типа, нам нравится вот это, или даже каких-то субъективных показателях, то теперь процесс принятия решений в соцсетях объективизируется, или как это правильно слово сказать? Ну, короче, он становится все более основанным на метрике. Становится менее субъективным. И это, мне кажется, логичное развитие любого процесса в какой-либо области. сначала у тебя нет метрик, и ощущение людей, которые вообще занялись этим, оно служит путеводной звездой какой-то. Вот я считаю сейчас на ДАЭТ, а потом встает вопрос, почему ты так считаешь? Или если кто-то новый пришел, ему надо выбрать, то ему нужна опять же методология. Йован, мне кажется, в этот момент как раз происходит некоторый отказ от ответственности. И вот эта способность сказать «я считаю, что это правильно, я не могу это доказать на цифрах, но это точно так», оно, мне кажется, на этом все классные продукты, все классные решения основываются, потому что невозможно разложить жизнь прямо на циферке так, чтобы рационально алгоритм построить, который будет хорошо жить. Да, но, допустим, у нас есть Марк Стукерберг, и он первые 10 лет Фейсбука принимает решения, исходя из своих ощущений. Теперь вместо него другой человек, ему надо принимать решения, но он не может исходя из ощущений Марка, то есть ему нужно вместе с Марком перенести его ощущения в методологические способы формулировки, то есть ты говоришь, нам надо сейчас сортировки сменить, три дефолтные сменить на четыре новые. Я говорю, круто, Самар, чего мы этого добьемся? Давай возьмем, ну типа частоту открытия каждой сортировок и какие-то еще параметры, и оценим их от одного до пяти, как они поменяются, и та фича, которую мы получим самую большую оценку, ее будем пилить. Об этом вся речь, у нас ограниченные ресурсы, и типа через неделю мы сделаем что-то одно из 70 вещей, которые у нас есть в списке, и нам нужно выбрать какой-то один из этих 70 вещей. И соответственно все наше обсуждение с другой стороны, кто, зачем, чего, оно про то, как эти люди выбирали, какую сделать с ограниченными ресурсами вещь. При этом очень многие люди злятся на инстаграм, что он не показывает тебя друзьям, а друзей тебе. То, о чем ты говорил, что я раньше заходил досмотреть фотки своих друзей, а теперь я вижу там мемы. Эта вещь же, она мне кажется вполне явная. Почему Мета ее не учитывает, как ты думаешь? Я думаю, он ее учитывает, но мемы выкладывают мемоаккаунты, и они могут выложить типа 30 мемов в день, а твои друзья выложат типа одну фотку в день, в лучшем случае, чаще это одна в квартал. И если ты заходишь в инстаграм несколько раз в день, ты можешь дофига разойтить. Это стало очень просто. Просто ты зашел и полистал, нам надо тебе что-нибудь показать, чтобы ты не отвалил, а лучше полистал. И появляются тогда вот эти другие вещи. То есть это больше твоя вина, чем чтобы ты не был. Слишком часто туда заходишь. Да, ты ожидаешь у друзей большего, чем они готовы тебе представить, а инстаграм говорит, ладно, тогда давай смотреть зверюшек там или чего-нибудь. И короче, что очень важно, мне кажется, для понимания, что нет никакого злого умысла ни в одном этапе, ни у кого вообще. Просто так получилось. Выглядит как будто тебя кто-то обманывает. Ну да, есть ощущение, что на мне просто зарабатывают, а мои интересы задвинули в дальний угол. Что в принципе так и есть, денег я им особо не плачу, а на рекламе они зарабатывают хорошо. Так есть, да, и на тебе действительно зарабатывают, твои интересы действительно никого не волнуют. Но это по жизни так, это нельзя проделить к инстаграму. Типа это не то, что я захожу в азбуку вкуса и все интересуются, что я думаю. Нет, нигде твои интересы никому не важны. Йо, но при этом было ощущение, что изначально инстаграм как будто мне помогал, что он как бы решал мою потребность, а потом в какой-то момент он перестал это делать и стал на мне зарабатывать. И вот этот переход мне очень интересен. Там есть, во-первых, исчезновение и уход создателя, который переворачивает страницу. Историю инстаграма можно делить на до ухода Кевина и после. Еще до ухода Кевина это стало многомиллиардной покупкой крупной социальной сети. То есть инвестиции, которые надо отбивать. Бесспорно. И он был как фаервол, который не позволял это уродовать в каком-то смысле. У него были свои идеи красоты, элегантности, как это должно быть. А когда его не стало, это все ушло. Типа нам пофигу. Пасти что хочешь, как хочешь. Мы хотим побольше людей, чтобы они побольше рестали и побольше писали комменты, побольше лайкали. Вот сейчас у них появится реклама, которую нельзя пролистнуть. На 3 секунды зависает телефон. Ничего себе. И, наверное, все будут возмущены, но куда они денутся. Очень интересно, что вот эта идея о том, что когда изначально Инстаграм придумывался живым человеком, у которого было представление о прекрасном, и что он принимал решение о том, как выглядит продукт, исходя из своих представлений каких-то, то теперь это стало некоторым объективным упражнением в том, чтобы увеличивать какие-то метрики, и что в этот момент оно в каком-то смысле умерло на самом деле. Или родился другим. То есть, я теряюсь, что про это сказать. Вопрос поставлен корректно. При этом, как бы тот же человек, покинув Инстаграм, они вдвоем со основателем сделали, я забыл, как называется, типа, как дзен, на самом деле. iOS-приложение, которое рекомендует статьи на П, я не могу вспомнить. Короче, они его поделали месяц за четыре или пять, и потом закрыли, потому что не видели в нем перспективы зарабатывать денег. Хотя, у них хватило бы личного состояния продолжать это десятилетиями делать. Но, они, очевидно, руководясь какими-то объективными причинами и вещами, решили, нет, мы, наверное, пас. То есть, стремление к какой-то субъективной красоте, оно может помочь поначалу, а потом оно логично уходит. То есть, это такой логичный этап роста бизнеса, роста проекта даже. Мне кажется, можно так сказать. Ты можешь опираться этому естественному процессу какое-то время, но он все равно происходит в итоге. Это очень бессмысленно. Ну, типа, ты как койот, который вылетел за край пропасти, и он может посмотреть вниз, но он все равно полетит вниз. На самом деле, он не может посмотреть вниз, он сразу полетит, но, допустим, он может зависнуть на секунду и посмотреть, все равно это не изменит дальнейшего. Я, когда ты начал рассказывать о том, что вот люди, которые придумали Инстаграм, они там ушли делать новый проект, я вообще подумал о том, что мы почему-то рассматриваем Инстаграм как сущность сама по себе, что вот, например, там любую соцсеть, хотя, возможно, имеет смысл смотреть на нее вне отрыва от ее создателя. То есть, история создателя, то, как вот он что-то сделал, а потом от этого ушел, начал делать что-то новое, она может быть более интересной, более какой-то цельной картиной происходящего, чем видоизменение сервиса, у которого там уже пятый родитель, и хрен вообще пойми, что происходит. Мне кажется, ты совершенно прав. То есть, вот если нам взять этого человека и смотреть на его путь как отдельную вещь, и как будто мы сейчас обсуждаем его следы на этом пути. Вместо того, чтобы вместе с ним идти по этой дороге. В принципе, поставить вопрос, что это за животное оставляет такие следы, куда этот зверь идет, какие у него цели. Мне кажется, еще такая интересная шифт это то, что раньше Инстаграм был местом, где, ну, типа, люди тусят, общаются, там, обмениваются фотками, то теперь это еще и место, где люди на нем зарабатывают. Причем иногда зарабатывают сильно больше, чем мы с тобой. И вот эта вот ситуация, в которой приложение для обмена фотками с друзьями стало местом, где люди зарабатывают серьезные деньги, это тоже, мне кажется, как-то играет во всем этом. То есть, это не то приложение, которое мы обмениваемся фотками. Теперь это больше приложение каких-то людей, которые зарабатывают днём серьёзные деньги. А мы можем продолжать обмениваться фотками. Их интересы приоритетнее. Мы занимаем место. И с этим, наверное, тяжело смириться. Самое смешное, Йоанн, что в какой-то момент мы перестанем занимать место, и в этот момент вся их суперэкономика сломается. Интересно, понимают ли они это? Я не знаю. Это, ну, типа, не перестанем. Нам некуда деться больше. Во! Слушай, идеальный просто сегвей как бы в следующий блок моих вопросов. Куда уходят люди? У меня есть, собственно, ответ в лес. Но, мне кажется, многие там, не знаю, Телеграм сейчас пользуются вместо Инстаграма. Я не знаю. Ну, то есть Инстаграм, Фейсбук, они мало что значат к этому моменту для меня, как, типа, часть жизни. При этом пару недель назад Телега меня заблокировала за спам. Я не спамил. Это целая история, которую я не буду сейчас рассказывать. Но я был ошибочно принят за спамера. И меня заблокировали, и моя жизнь закончилась. Буквально как, типа, только вот в лес и уйти. Мне нечего больше делать. Все мои друзья, знакомые, чаты, каналы, работа, новости, все, все, все в Телеграме. И куда уйти оттуда, я не представляю. Поэтому людям некуда деваться. Если мы опустим соображение про, типа, продакт, рынок, фит и все остальное, Телеграм очень быстрый, и он не алгоритмический, а хронологический. Мне кажется, это две технические причины. Во-первых, он быстрее всего. И что бы ты ни говорил, это почему-то очень важно. Люди не дураки. Если две абсолютно одинаковые вещи, но одна из них быстрее на миллисекунды, а не предпочтут ту, которая быстрее. Мне кажется, всегда. То есть скорость. Телега быстро и работает, а во-вторых, там все вещи в соответствии с хронологией их обновления. Не алгоритм, который тебе неизвестно, почему решил что-то куда-то поставить, а именно хронология. Мне кажется, это две технически важные вещи. А остальное, это просто, типа, как мне говорить, что он лучше. Эмоджи, стикеры, всякие фичи, как они сделаны, видеогружочки, он лучше по объективным параметрам, кроме того, он быстрее. Во-первых, мне кажется, многие люди не до конца понимают, как Телеграм добивается этой скорости, а там очень много интересных аспектов. Например, то, что у них свой собственный протокол передачи сообщений, свое собственное шифрование для него. Это первое. Никакой нормальный программист так делать не станет, как бы нахера, ну, в смысле, есть миллион готовых решений, но внезапно оказалось, что вот тот подход, который они выбрали, когда они все сделали свое, он позволил сэкономить какие-то там десятки, если не сотни миллисекунд. И в этот момент стало понятно, что да, не зря. Второе, это то, что у них программа может вполне написать один программист, или там два программиста. Чтобы вы понимали, над там сообщением, над предложением Facebook Messenger, наверное, работает несколько сотен человек минимум, если не тысяч, то над Телеграмом может работать один программист. При этом под капотом там иногда полная жесть, все программисты говорят, господи, кто это написал, так писать вообще нельзя, это же невозможно поддерживать, это невозможно. Да, чуваки, но это охеренно работает и работает очень быстро. И это такие вот типа неортодоксальные способы. Да. Это первое, что я хотел заметить. А второе, мне безумно понравилось то, что ты сказал, что алгоритмическая лента людям не нравится, потому что никому не нравится, когда вещи в твоей квартире переставляют без спроса. И что алгоритмическая лента – это именно оно, когда типа вещи начинают происходить самим по себе, и ты вообще не понимаешь, что происходит. И они, может быть, удобно лежат. Может быть, их постирали или положили на место, и шкафы прибрались, и все хорошо. Но тем не менее, кто это делает, господи? Кто и зачем? Ну типа перманентность объектов. То есть когда ты кладёшь какую-то вещь где-то, ты ожидаешь, что она там теперь навсегда, пока до неё не положат другое место. Так устроен мир фундаментально. Место на положение объектов перманентно навсегда. И вот на этом уровне я с миром взаимодействую. А если это делает кто-то ещё, а потом тебе говорят, это даже не человек, это робот. Типа, и что, это лучше сейчас? Мне кажется, это очень важно. По независимым от меня обстоятельствам на Дёрте много лет алгоритмический вывод. То есть так или иначе отбираются популярные посты для главной. На Лепре всегда был хронологический вывод, то есть по последней активности. И это можно было увидеть на практике. Я не могу сказать, что я был достаточно умён, чтобы решить, что так можно или так нельзя. Дёрте просто был в приоритете на тот момент. На нём сделали, на Лепре не сделали. И это стало двумя разными принципиально разными вещами. И как бы если ты выводишь по активности, по последнему комментарию, и там многостраничный вывод, и ты открываешь 65-ю страницу, это просто рэндом. Это вообще ничем не отличается от рэндома, но это не рэндом. По ощущению кликающего, это другая вещь. И я не могу это объяснить конкретно. Вот практически, кроме того, что на практике то, что делает серебря идеально, то, что и каналы, и люди, они последний постивший, он выше всего. Это разумный, логичный, и по-другому никак не сделаешь. А если ты начинаешь это алгоритмически оптимизировать, это становится полностью другой вещью. Гораздо менее предсказуемый, гораздо менее понятный. Но очень напрашивающийся. То есть у тебя есть череда каналов, на которые я подписан, и логично, выше прочее, поставить какой-то, который популярнее. У постов больше просмотров, больше комментариев. Проблема в том, что я в этот момент не могу реально просмотреть все. Я, получается, делегирую часть своей власти и своей ответственности машине. А я этой машине не доверяю, и она, типа, не всегда идеально делает. Если со своими недостатками я еще смогу смириться, то как смириться с недостатками машины, это я даже не уверен, что зачем. Смотри, вот если посмотреть на историю Инстаграма, можно увидеть, что есть риск скурвиться. Ты видишь первые шаги Телеграма в этом направлении? Единственное, что не так, но у меня было впечатление, господи, конец близок, это когда Телега разрешила людям менять фон своего канала. Ну, то есть первая реакция была кошмар. Господи, куда мы катимся? Но это скорее ерунда, чем, правда, признак конца. Кроме этого, я ничего не могу придумать. И я скорее думаю, как же нам повезло вообще. Вот все обстоятельства, ну, что какие-то люди попробовали, теперь у них вторая попытка, и они с опытом, с умом подходят, и мы пользуемся всем этим. Когда ты говоришь вторая попытка, ты имеешь в виду, что Дуров сделал ВК, и что Телеграм — это такое логичное развитие ВК? Не совсем логично. Если бы не получилось так, как получилось, он не мог бы сделать Телеграм, мне кажется. Типа он с деньгами, с какими-то разработчиками, с библиотеками пошел делать вещь с нуля и мог ее примерять к текущему моменту во времени. Ну, то есть уникально, уникально, удивительно. Единственная алгоритмическая фича, которая есть у Телеги, — это предложки каналов. Ты ее заметил? Когда тебе предлагают подписаться, когда ты подписался. Да, да, да. Действительно. То есть, скорее, она завязана на людях, которые совпадают подписанные, что они делают ее не алгоритмически. И это, скорее, иллюстрация в пользу того, что есть место алгоритмам. Она неплохая, она не лишняя, она так же нужна, как и все остальное, просто надо знать ей место. Мне кажется, вот эти рекомендации — это один из источников роста органического канала, и он уместен и нормален. И типа, почему нет? И я, мне кажется, частенько им пользуюсь на практике, типа, смотрю, что там еще такое. И там не бывает каналов, на которые ты уже подписан. Они всегда новые, но лично для тебя. Еще одна фича, которая меня смущает в Телеграме, это то, что там раньше... Вот эта вот фича, типа, когда ты последний раз был онлайн, типа, кто это видит? Раньше было такое, что ты видел ровно столько, сколько показывал. А теперь, если ты платный подписчик, то ты можешь свое скрывать, а чужое смотреть. Это, мне кажется, шаг в сомнительном направлении, но окей, мне кажется, это уже такой немножко в топ. Когда ты начинаешь монетизировать вещи, в первую очередь следует ответить, тебе нужны деньги. Причина многих этих решений, что типа ты бы хотел побольше денег, которые тебе нужны не купить яхту или что-нибудь, а типа оплачивать хардвер этого всего. и ты мог бы вполне пойти в условный Майкрософт или куда-то, и они тебе подгонят Азур Клауда сколько тебе надо, но они будут лезть во все переписки. И мне кажется, все, что мы можем сделать и должны, это каждый платит Телегу ежемесячно. Чтобы всякие тупые идеи в голову не приходили им. Окей, мы с тобой довольно подробно обсудили Телеграм, но мне кажется, есть еще одна штука, это, например, специализированные соцсети. Потому что наша редакторка Маша сидит в Letterboxd. Не знаю, знаешь ли такой сервис. Слышал. Она отмечает там любимые фильмы и подписан на чуваков, которые оставляют отзывы о классных фильмах. Какие еще есть специализированные соцсети? Может быть, ты знаешь какие-то? Я пытался придумать, и мне только хабр приходит в голову. То есть буквально больше ни одной не могу придумать. Коллективный блог. Он вырос из коллективного блога. Он как бы сайт с высокой концентрацией разработчиков. Это самое позволяющее любые трактовки определения. Мне кажется, когда мы называем что-то социальной сетью, оно подразумевает широкие границы. Типа все люди, все вещи. То есть специализованный может быть какой-то подраздел или сообщество внутри этой соцсети. Но у меня были такие споры, типа 13 лет назад создать им хабра. Мне казалось, все вещи стремятся к тому, чтобы быть про все. Я оказался неправ. Ну то есть мы с тобой состоим в соцсети про Python. И там мы обсуждаем разработку, библиотеки, всякое. Но все про Python. При этом мы с тобой сидим там типа по 4 часа каждый день. Там наши друзья, там наши знакомые. И потом у тебя свадьба. И ты пишешь им, пацаны, приезжайте, у меня свадьба. Там то-сё, начинается базар про свадьбу. Потому что это соцсеть про всё. То есть, если мы хотим настаивать, чтобы она была только про Python, нам надо послать сама-то с его свадьбой. Что некрасиво как бы. Но это нелогично, потому что я, как человек, часть этого сообщества, в котором мы тусим, про Python. И нельзя вот эту мою человечность выкинуть. Это был мой тезис, когда я утверждал, что хабр со временем станет про всё. Хабр не стал про всё со временем. Я оказался неправ. Я вон тут сейчас будет сик-бёрн, как бы. Ты недооценивал ограниченность программистов. Не совсем. Мне кажется, если что не оценивал, то это жёсткость Дениса Крючкова, который сказал, что вот тут мы обсуждаем это и всё. То есть, ты приходишь и говоришь, чувак, у меня свадьба, а тебе говорят, нет, чувак, у тебя больше нет аккаунта. Иди, женись, радуйся, живи счастливо, но без аккаунта в нашей социальной сети про Python и всё. Тебе казалось, это нормально, тебе казалось, это часть твоей личности, тут твои друзья, а вот нам, казалось, пошёл ты отсюда. Это оказалось вполне рабочим подходом. Кажется, что в каком-то смысле такие специализированные сообщества, они более долгоживущие, им проще управлять, они вообще проще. Они единственное сообщество, которое каким-то образом, ну, типа, не подвластны войнам. То есть, во всех моих сообществах был большой процент украинцев и большой процент политических обсуждений, в принципе. И им тяжело далось и 2014 год, и 2022 год. Каждый раз это проблема. И мне кажется, и на Хабре было проблемой, но гораздо меньшей, потому что, типа, всё. Ну, как бы, это не наше дело, мы тут про другое. Микропротоколы, питон, алгоритмич, ну, типа, всякие вещи мы обсуждаем. Если у тебя есть мнение про войну, да нам плевать. Помнишь, на заре интернета его называли «Последний фронтир». И вообще было ощущение, что вот есть интернет, а есть реальный мир. И реальный мир – это такой источник для шуток в интернете, а в остальном они мало связаны. Как тебе кажется, сейчас соцсети влияют на реальный мир? Мне всегда казалось, что они одно и то же. То есть, что нам не нужно законодательство, регулирующее интернет. Потому что у нас есть просто законодательство, оно регулирует всё. А интернет – это часть всего, и он попадает под регуляцию. И то, что мы с тобой можем их разделить и обсудить как, типа, сепаратные энтити, вот интернет, реальный мир, это говорит о нашем возрасте больше. То есть, когда-то давно ты открывал звонилку, звонил в интернет, а потом открывал браузер и был в интернете. Телефон занят, как бы браузер открыт, коннект есть, ты в интернете. Сейчас это как бы… Мне кажется, если ребёнку рассказывать про то, что по ночам бесплатно и не занято, поэтому я в интернет по ночам звонил, типа, дед, ты с ума сошёл. Что ты, Господи, несёшь такое? Потому что все мои вещи теперь, они всегда подключены ко всему, ко всем людям, ко всем вещам, и у них нету такого, как, типа, свобода слова. Если у нас свобода слова в мире, то она такая же в онлайне. Если ты не можешь кричать пожар в кинотеатре, то ты не можешь делать этого же и в онлайне. Убивать запрещено и там, и там. В онлайне сложнее, чем в оффлайне, но тем не менее, просто нельзя. Как бы не будем даже обсуждать это. Мне кажется, не то, что влияет, а сама идея разделять их во что-то сепаратное друг от друга – это то, что мы с тобой можем себе позволить благодаря возрасту. Вот, типа, кто-то моложе нас или какой-нибудь следующий поколение. Это просто бред. Нет такой вещи интернет-сепаратной. У меня есть телефон. Там есть программы, они всегда подключены ко всему, к чему и надо. У людей даже компьютера нету. Это мы с тобой с ноутбуками ходим. Ну да, это понятно. У меня есть следующий вопрос. И он такой, из думерской, как бы, тусовки, но все-таки. Исследователи связывают увеличение психологических проблем у девочек-подростков, именно у девочек в основном, с использованием Инстаграма. Насколько, как тебе кажется, владельцы соцсетей могут влиять на поведение своих пользователей, насколько они ответственны за происходящее? Но как бы надо быть внимательным. Этот мир, он злой и непрощающий, а маленькие девочки в нем самые уязвимые из всех. И Инстаграм, мне кажется, не входит в топ-10 проблем маленьких девочек вообще. То есть, мне кажется, первые три места занимают педофилы, и там дальше начинается сложное. Может быть, восьмое место в Инстаграме, но я не вижу ответственности создателей. То есть, может быть, есть какие-то злоумышленники, которые специально пытались навредить маленьким девочкам, их надо поймать и судить. Но, в общем, это просто как все вещи, все новые вещи, которым нужно время, чтобы все к ним привыкли, и чтобы они устаканились как-то. А Инстаграм еще и меняется. В смысле, мне кажется, я его сейчас защищаю, но мне хочется сказать, что он не глубоко противен. Если есть какое-то желание регулировать или запрещать, я только... Здесь, в стране, он запрещен. Да ведь? Вот-вот-вот, я хотел сказать, и за это надо поблагодарить. Это, на самом деле, неплохо. Есть еще понятие TikTok Generation. Я просто, смотри, я повышаю градус как бы. Ты наверняка слышал эти фразы «клиповое мышление», «не умеют подтвердлять информацию больше 15 секунд», ну и так далее. Это то, на что жалуются старые депутаты и депутатки. Как ты считаешь, это какая-то новая проблема или просто классическая «молодежь ничего толком не знает», как всю историю человечества писали Синека и другие мыслители? То, что Синека писал, то, что он писал, это доказательство того, что такой проблемы нету, что всегда все обстоит так, и людям постарше это кажется проблемой. Мы всегда так это воспринимаем. Даглас Адамс сказал, что все вещи, которые есть в мире, когда ты родился, они нормальные, естественные, и мир так устроен. Все вещи, которые появились на свете до того, как тебе исполнилось 35, они перспективные, модные, новые, и на них можно сделать карьеру. Все вещи, которые появились после того, как тебе исполнилось 35, они противоестественные и от дьявола. Вот об этом, мне кажется, речь во многом. Черт побери, мне только исполнилось 35, мне кажется, я уже начинаю соответствовать этому правилу. Ты теперь знаешь правило и можешь его игнорировать по-своему. Ну, типа, не обязательно так относиться к вещам. Почему нет? Вообще, идея этого эпизода родилась из статьи зумеры делают свой MySpace. Там про какой-то стартап, американская новая соцсеть, которая еще не запустилась. Как ты считаешь, может ли появиться новая соцсеть и что нужно сейчас людям в интернете, какой эта новая соцсеть должна быть? Во-первых, мне кажется, может, а людям в подавляющем большинстве случаев нужны другие люди. И вот эта новая соцсеть, она предоставляет тебе других людей, которым нравятся те же фильмы, нравятся те же музыка. каким-либо образом они что-то разделяют с тобой и готовы дружить и, типа, украсить твой короткий век на Земле. Оно ничего не изменилось. Оно может точно так же появиться, как и появилось. Может быть, барьеры на вход больше, а может быть, наоборот, меньше. То есть мы с тобой обсуждали HighLot, когда начали. Типа, если ты хотел какую-либо социальную сеть, ты вынужден был думать и заниматься тонны вещей, которые вообще не имеют отношения к тому, что ты хотел. А сейчас, как бы, ну, клауды и Digital Ocean и штуки, ты можешь о многих вещах не думать вообще. То есть порог входа, наоборот, снизился. Да, запустить сегодня соцсеть, которая там будет обслуживать 100 тысяч пользователей, мне кажется, в миллионы раз проще, чем 15 лет назад. А 15 лет назад это было прям вызов. Раньше это было тоже возможно, но как бы... Одному это сделать было невозможно. 100 тысяч пользователей, это как вот сейчас. Если мы с тобой снимем ролик, и он очень популярен, мы можем его выложить на YouTube, и наш приз будет типа монетизация, просто бабки. А если бы мы 15 лет назад сделали такой ролик, то наш приз был бы счет на 60 тысяч баксов за хостинг. Вот вся разница. Спасибо тебе большое. Вообще, спасибо тебе большое, что пришел. На самом деле ты мой детский кумир. Я бы прикинул, что мы с тобой ровесники, поэтому не так уже это и почетно быть твоим детским кумиром. Нет, нет, нет. Мне 35. И когда я только выходил в интернет, уже была дёрти, уже была лепра, и я такой думаю, нихрена себе чуваки там делают. Я понимаю, что люди, которым 35, не мои ровесники, мне 42. Вот, я тебе и говорю, как бы, чувак. Ну, да, да. Окей, ладно, спасибо. Это подкаст студии «Либо-либо». Этот эпизод мы сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Спасибо, что вы с нами. Следующие несколько эпизодов выйдут ещё и на Ютубе с видео, так что подписывайтесь на канал «Либо-либо» на Ютубе и не пропустите новые выпуски. Ссылка в описании. Над подкастом работали редакторки Маша Агличева и Рита Берденникова, продюсер Данил Остапов, звукорежиссёр Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зеленского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин